Брестская крепость, крепость-герой, первой встала на пути врага. Каждый год, 22 июня, Брестская крепость торжественно и печально отмечает начало войны. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает познакомиться с обзором книг «Герои известные и неизвестные», посвященным подвигу Брестского гарнизона. Отражая вероломное и внезапное нападение гитлеровских захватчиков на Советский Союз, защитники Брестской крепости проявили выдающуюся воинскую доблесть, массовый героизм и мужество, ставшие символом беспримерной стойкости советского народа. Генерал-полковник Леонид Михайлович Сандалов так характеризует обстановку на границе в первый день Великой Отечественной войны. На Брестском направлении была сосредоточена большая часть сил и средств самой крупной группировки немецких войск. Враг имел громадное превосходство в живой силе. Неожиданным ударом артиллерии и авиации в первые же часы ему удалось сжечь на приграничных аэродромах сотни наших самолетов, уничтожить большую часть артиллерийских орудий, машин и лошадей, разрушить многие штабы, нарушить связь. Все это создавало благоприятные условия для триумфального марша гитлеровских орд на восток. Но самоуверенных фашистских генералов с первых же часов войны постигло горькое разочарование. Гитлеровцы намеревались завершить захват крепости к 12 часам дня 22 июня. Но их пехотная дивизия численностью более 15 тысяч человек была скована на этом участке почти на целый месяц. Об этом говорит прощальная надпись неизвестного героя, найденная в одном из подвалов оборонительной казармы цитадели. «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, родина». 20 июля 1941 года. Эти слова писались, когда основные силы фашистов находились уже под Смоленском, за 700 километров от Бреста. Крепость не сдавалась. О подвиге защитников Брестской крепости в июне-июле 1941 года советские люди впервые широко узнали лишь в 1956 году из документальной книги писателя Сергея Сергеевича Смирнова «Брестская крепость». Книгу предваряет вступительная статья сына автора, который рассказывает, какую колоссальную работу проделал его отец, по крупицам собирая мозаичную картину Великой битвы. Как эта книга по мере создания меняла судьбы своих героев, спасала от забвения и лжи сотни имен. В 1954 году Сергей Смирнов сделал общеизвестными факты тех героических дней, разыскал оставшихся в живых защитников крепости. Это книга о надежде, отчаянии и силе духа. «Брестская крепость» – литературный памятник одному из самых драматических и значительных событий военной истории XX века. Издание снабжено фотоматериалами, предоставленными мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой». Еще в одной книге этого автора герои Брестской крепости объединены очерк «Брестская крепость», напечатанный в 1957 году военным издательством, и книга «В поисках героев Брестской крепости», выпущенная тогда же издательством ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Автор лишь внес в них самые незначительные поправки и дополнения, а также сделал некоторые сокращения, необходимые в связи с объединением обеих книг в одну. Поиску защитников Брестской крепости Владимир Иванович Купчиков также посвятил огромную часть своей жизни – более 30 лет. Владимир Иванович не писатель, не журналист, человек, прошедший войну, испытавший непомерные тяготы. Он задался благородной целью – воскресить из небытия память о людях, принявших на себя первый огненный шквал. В результате широкой переписки, поездок по 15 областям Советского Союза, ему удалось найти 11 оставшихся после войны живых защитников и многие семьи погибших, сделать описание их жизненного пути и представить в музей документальные материалы на 55 человек. С судьбами защитников Брестской крепости вы можете познакомиться в книге Владимира Купчикова «До последнего патрона». Книга состоит из двух частей. В первую вошли описания судеб людей, участвовавших в защите цитадели – главном укреплении крепости. А вторая связана с защитниками Кобринского укрепления. Начинается книга с погружения читателя в 1949 год. Именно тогда, при ремонте юго-западной части оборонительной казармы цитадели и разборке разрушенной башни Тереспольских ворот, были обнаружены останки восьми воинов – защитников крепости. А в яме около ворот, неподалеку от берега реки Западный Бук, еще семи красноармейцев. Удалось установить личности только двоих. В кармане гимнастерки сохранился комсомольский билет на имя Алексея Федоровича Наганова из Ульяновской области. Погиб лейтенант с пистолетом в руке. А по письму, найденному в полевой сумке, удалось разобрать фамилию другого погибшего – Горохов и адрес Гороховой из Ивановской области. С ней была установлена переписка, и Валентина Арсеньевна получила запоздалую похоронку через восемь с лишних лет после гибели дорогого ей человека. Кто же они, другие погибшие герои, вы узнаете, прочитав книгу «До последнего патрона». Валерий Князюк во время войны был совсем мальчишкой. Его личные впечатления довольно скудны. Книгу «Брестская крепость» из цикла «Города герои» ему помогли написать воспоминания ее защитников, заботливо собранные в музее крепости, встречи с участниками обороны, а также исторические исследования и документы. В этой повести нет выдуманных героев и событий. Начинается повествование ясным безветренным днем 21 июня. С первой страницы автор знакомит нас со старшим сержантом Сотс Нуриджаняном, воспитанником музыкантского взвода Петий Клыпа, политруком Александром Каландадзе, ефрейтором Иваном Зидгенидзе, оружейным мастером Анатолием Бессоновым, заместителем командира 84-го стрелкового полка Ефимом Фоминым, фельдшером Иваном Губарем. Что стало с ними и другими бойцами, дальше можно узнать из книги «Брестская крепость» Валерия Князюк. В центре романа Бориса Львовича Васильева в списках не значился судьба молодого лейтенанта Николая Плужникова, прибывшего к месту службы в Брестскую крепость поздним вечером 21 июня 41 года, а потому и не успевшего попасть в список состава гарнизона, но ставшего впоследствии последним защитником героической крепости. Книга в списках не значился, вошла в золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне, но не только о сопротивлении фашистам рассказывает она. Перед нами история о преданности, любви и смерти. И, конечно, о настоящем подвиге. Далеко не всем авторам дано написать нечто подобное по силе, искренности, проникновенности, как этот удивительный роман о русском солдате. Очень силен эпилог по своему эмоциональному воздействию. На крайнем западе нашей страны стоит Брестская крепость. Совсем недалеко от Москвы. Меньше суток идет поезд. Здесь громко не говорят. Слишком оглушающими были дни 41 года и слишком многое помнят эти камни. Сдержанные экскурсоводы сопровождают группы по местам боев. И вы можете спуститься в подвалы 333 полка, прикоснуться к оплавленным огнеметами кирпичам, пройти к Тереспольским и Холмским воротам или молча постоять под сводами бывшего костела. Историки не любят легенд, но вам непременно расскажут о неизвестном защитнике, которого немцам удалось взять только на десятом месяце войны. На десятом. В апреле 42 года. Почти год сражался этот человек. Год боев в неизвестности. Без соседей слева и справа. Без приказов и тылов. Без смены и писем из дома. Время не донесло ни его имени, ни звания. Но мы знаем, что это был русский солдат. Совершить виртуальную экскурсию по местам боевой славы нам поможет путеводитель музей обороны Брестской крепости. Вам покажут личные вещи защитников и расскажут, как сходили с ума от жажды, отдавая воду детям и пулеметам. И вы непременно остановитесь около знамени. Единственного знамени, которое нашли. Но знамена ищут. Ищут, потому что крепость не сдалась. И немцы не захватили здесь ни одного боевого стяга. Много, очень много экспонатов хранит музей крепости. В музее вам покажут оружие, которое когда-то стреляло. И солдатские башмаки, которые кто-то торопливо зашнуровывал ранним утром 22 июня. Покажут профсоюзный билет медсестры, исписанный адресами раненых бойцов. Стоптанные детские сандалии, найденные у жилых домов комсостава. Покажут ржавый будильник. Его стрелки замерли навечно на рассвете 22 июня 41 года, в тот миг, когда артиллерийский град гитлеровских орудий впервые обрушился на казармы и дома Брестской крепости. Можно оборвать размеренный ход часов. Время остановить нельзя. У стрелок истории нет провала в памяти. Особенно на таком перекрестке координат прошлого и будущего, как острова над западным богом. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает почитать также следующие книги. Продолжение следует...